В интернете нельзя никого ни подкупить, ни обмануть, ничего нельзя сделать. Там мы имеем реальную картину, реальный. Вот вы сейчас видите слайд, который говорит о том, какие услуги представляет компания Access Marketing, чем она занимается. Первое. Компания занимается интернет-сервисами. Второе. Главное направление – это мобильные сервисы и все, что необходимо для того, чтобы сделать рекламу в интернете. И самое главное – компания Access Marketing предназначена для маленьких и средних бизнесов. То есть компания рассчитана на всех. То есть могут заниматься все бизнесы. Но основное усилие, основной упор делается на том, чтобы оказать помощь маленьким и средним бизнесам, просто людям. Просто тем людям, которые не имеют огромных средств для создания рекламы. Как вы уже поняли, главное наше направление – это все-таки реклама. Причем рекламу мы имеем четырех типов. Это текстовую, сайтовую, баннерную и мобильную рекламу. Причем мы имеем множество сервисов, множество сервисов. Я сегодня скажу чуть-чуть, вкратце обо всех, чуть-чуть скажу. О многих скажу, не обо всех, а обо многих. Я скажу, но основные сервисы – это реклама, это домейн, регистрейшн и хостинг, это мобильный веб-сайт билдер сегодня, в ближайшее время выйдет просто сайт билдер и это бизнес, различные бизнес-сервисы. Чуть-чуть о них скажу, прежде чем говорить о маркетинг плане, немножко для тех людей, которые впервые сегодня пришли на мое занятие, чтобы им было более понятно. Во-первых, аксесс-маркетинг, он готов помочь абсолютно любой семье, абсолютно каждому человеку на этой планете, абсолютно каждому, он готов помочь, но в первую очередь, в первую очередь, или скажем так, преимущества имеют члены аксесс-маркетинга, то есть наши мембры, те, кто зарегистрирован, те, кто имеют номер и те, кто участвует в построении трафика, эти люди имеют преимущество, несмотря на то, что пользоваться аксесс-маркетингом может абсолютно любой человек на планете и выгоду для себя извлечь может абсолютно любой человек на планете. Но, еще раз повторяю, преимущества мы имеем с вами, то есть те люди, которые продвигают этот бизнес, которые рассказывают информацию другим, что есть такой бизнес, что есть такая реклама, что есть такие продукты, эти люди имеют очень серьезное преимущество и огромные возможности для того, чтобы построить серьезнейший бизнес. Итак, что мы предоставляем? Наша цель, главная, да? Видите, цель стать номер один, несмотря на то, что мы сегодня на 280-м месте в мире, все-таки наша цель стать номер один провайдером по рекламе, по интернет-сервисам, по мобильным сервисам и помощи именно маленьким бизнесам вокруг всего земного шара. Это наша цель, да? Потому что, если не обозначить цель, помните, мы с вами говорили, что если, неважно это человек или это предприятие или это организация, если нету цели куда стремиться, то 100% этот человек или компания, они ничего не достигнут жизни. То есть, должна быть цель. И цель должна быть такая, чтобы хотелось бы что-то делать, чтобы она стимулировала, чтобы посмотрели на цель и все, и хочется что-то бежать и делать. То же самое компания. Мы сегодня имеем цель стать номер один. Номер один. И я вам скажу, чем больше основатель нашего бизнеса, основатель компании Стив Реннер, чем он больше об этом говорит, тем больше начинаешь верить. Несмотря на то, что сегодня, скажем, другие компании на первых местах, это компании Google, Байду, Яндекс, Фейсбук и так далее. То есть, другие компании сегодня как бы лидируют, но мы ставим вот такую вот цель. И эта цель зафиксирована официально компанией и мы к этому стремимся. И я вам скажу, что возможно это и произойдет, потому что этому способствует целый ряд объективных и субъективных причин. Нужно сказать, что основатель компании Стив Реннер, я вам скажу, что удивительнейший человек, удивительнейший человек. Вы знаете, я помню времена, когда, скажем, на его лекции, на его лекции, когда это все начиналось, ну просто немного людей приходило, да, особенно вот англоговорящих, как бы вот очень тяжело это было продвигалось. И этот человек, я просто поражен его, так сказать, его усилием. Несмотря ни на что, он продолжал делать еженедельно, постоянно проводить тренинги. Я вам скажу, вот я вчера был на англоязычном тренинге, было 240 человек, да, 240 лидеров с разных стран, абсолютно с разных стран. То есть это просто невероятнейший, невероятнейший сдвиг. И вы знаете, я удивляюсь таким людям. Я знаю несколько таких людей, которые очень тяжело продвигали бизнес, очень тяжело. И я вам скажу, что в том море, в море конкурентов, которые существовали на тот момент, фактически сегодня, именно вот с такой рекламой, если кто посмотрит наш сегодняшний серфинг, ну просто красиво все сделано, да, просто красиво. И я вам скажу, что мы выходим в очень серьезные результаты. Очень серьезные результаты. И та работа, которая сегодня делается и сделана, и где подтачивается под каждый миллиметр, идет отточка, отточка каждого миллиметра, каждого слова. Готовится очень серьезная реклама. То есть это будет настолько мощно, что толпы людей, толпы людей будут пользоваться нашей рекламой. Толпы людей. Но преимущества, как я уже сказал, имеют наши члены, потому что у нас есть возможность этим толпам рассказать. Однажды рассказать и построить свое финансовое будущее. И я покажу, каким образом. Нужно сказать о Боб Канцелла. Это удивительнейший человек, удивительнейший. Это президент компании Аксесс Маркетинг. Я вам скажу, что очень много вещей случилось благодаря ему. Потому что он не теоретик, это человек, который практик. Он не мечтатель, а он конкретный исполнитель, бизнесмен. Имеет серьезнейший опыт работы. Серьезнейший опыт работы. И я вам скажу, что, как назвал его Стив Реннер, супергай. Я думаю, что этим все сказано. Он действительно супергай. И все, что произошло. Вся работа, подбор кадров, контроль кадров. Контроль работы каждого человека. Вы знаете, что контроль – это один из самых главных моментов. Этот человек осуществляет. Я вам скажу, что все продукты, все, что произошло. Как он сказал, однажды я с ним встречался. Он сказал, мы будем делать только то, что нужно конкретным людям. Если это бизнесу не нужно, мы это делать не будем. И поэтому сегодня все продукты, все, что делается, оно опробуется в реальных бизнесах. Прежде чем оно поступит нам. Почему у нас такие идут задержки, да? Хотя уже давно все было подготовлено и сделано. Уже практически более полугода все готово. Но, как сказал руководитель отдела маркетинга, мы будем ждать столько, сколько нужно, пока все не будет работать, как часы. Пока мы не отточим все до мельчайшей подробности. И я вам скажу, сегодня благодаря этому человеку, у которого, я не знаю, я лично с ним общался. И я вам скажу, у него столько вокруг него бизнесменов, столько людей, причем не просто там бизнесменов, а серьезнейших бизнесов, да? В Миннеаполисе серьезнейших бизнесов. Его там знают все абсолютно люди, да? Я просто удивился. Я с ним был несколько дней и я удивился, как этот человек общается со всеми людьми. И все о нем очень-очень хорошего мнения. И самое главное, что он практик. Практик. То, что он делает, он прежде думает очень-очень много. М8, это наш финансовый руководитель, да? Финансовый руководитель, да? И опять-таки я скажу словами Стива Реннера, феноменальная работа этого человека. Феноменальная. В области сохранения, да? В области security, в области правильного оформления всего, в области контроля, соблюдения, выплат, да? Ежедневно производятся выплаты и выплаты производятся. Никогда не было задержек. Никогда. То, что человеку полагается, ему будет начислено. Не полагается, не начислено. Наш офис, который находится в Силиконовой долине, через дорогу от нашего офиса находятся другие офисы, знакомые всем нам. Это и Google, Intel, eBay, Facebook, Yahoo, IBM, Microsoft, Apple, Oracle, Twitter. Я думаю, что не надо других слов, да? Все понятно. Это наши соседи. Кто вокруг нас? Это наше окружение. Вы помните закон бизнеса, да? Скажи мне, кто твое окружение, я скажу, кем ты будешь. Да? Нам когда-то еще в детстве это говорили, да? Родители всегда нам говорили. С кем ты водишься? Чему ты у него научишься? Один из наших ведущих сервисов сегодня, это Domain Service Registration и хостинг, да? Стоит это 19,98. И я вам скажу, что мы имеем один из самых лучших хостингов. Почему? Потому что неограниченная у нас возможность. То есть мы можем использовать память, ну, я не знаю, когда-то Стив Ренн сказал, что надо миллион, значит сделаем миллион. Но люди пока не используют это на полную мощность. Я даже сказал бы, что вообще мало использовать. Хотя этот сервер, все, что здесь будет загружено, никогда с этим ничего не случится. Никогда ничего с этим не случится. Ну, люди почему-то привыкли пока все хранить в своих компьютерах, которые ломаются, фотографии теряются там, все пропадает. Вместо того, чтобы содержать в специальных папках, у нас просто на сегодняшний день это в неограниченных количествах. Я не знаю, как это будет дальше, сколько будет стоить сохранение данных. Но сегодня у нас можно сохранять неограниченное количество данных. Главнейшее направление работы – это мобильное направление. И очень интересный момент – то, что сегодня мы можем это продавать и у нас есть пакеты бесплатные, бесплатные. Есть разные пакеты, есть пакеты стандартные для, скажем, небольших бизнесов, есть Deluxe для более глубоких бизнесов, больших бизнесов, есть профессиональные пакеты за 29,95. Причем каждый пакет, он сопровождается рекламой. Бесплатный пакет человек просто получает бесплатно 500 кредитов для того, чтобы попробовать или же, может быть, для того, чтобы ему рекламировать небольшой свой бизнес. И многим людям этого будет просто достаточно бесплатно, за ноль денег, ежемесячно иметь мобильный сервис, в который входит и мобильная реклама, и сервисы мобильные будут постоянно совершенствоваться. У нас сейчас вводится только первая фаза мобильного сервиса, и будет и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и все будет доводиться до бесконечности. До бесконечности будут доводки, вы знаете, что через год будет то, чего мы даже сегодня не можем подумать, что будет, или через два, или через три. Один из наших сервисов – это Webcast Pro. Webcast Pro – это то, что будет совершенствоваться постоянно. Я думаю, что это главный продукт для любого бизнесмена для того, чтобы продвигать свой бизнес, для передачи информации, для общения, для всего, что связано и с личной жизнью, и с бизнесом. И этот продукт у нас совершенствуется. Я думаю, что в будущем все будет проводиться через этот продукт. абсолютно все. И поэтому этот продукт, он набирает силы, да, сегодня. И тоже он относительно недорог, да, относительно он дешев для применения, для пользования. 19,95 – это basic, да, минимальный пакет, и дальше есть больше, и больше, и больше. И, как сказал Стив Реннер, если вам нужно совсем много, да, совсем много, то вы за 200 долларов можете иметь профессиональный пакет с неограниченным количеством пользователей. Плюс, вы видите внизу то же самое, вы получаете рекламу, не просто пользоваться, и плюс инструменты для рекламирования всего, своей комнаты, своего бизнеса, то, для чего вам нужна эта комната, да, то, чем вы занимаетесь. Каждый занимается своим. И это все мы можем продавать. Причем имейте в виду, продавая, я расскажу потом, чуть ниже, как мы будем зарабатывать. Webgram Pro – дополнительный продукт, совершенно бесплатный. Это продукт для создания небольших видео, да. Человек может создать небольшую страничку, не знаю, хорошо поздравить, так скажем, семью, там, родителей, детей, там, бизнесменов, назначить каких-то, послать клиентам какие-то скидки, скажем, свои, да. То есть, записать маленькое видео и тут же удобно разослать всем своим клиентам. Скажем, вы ввели какую-то скидку или у вас ввелся какой-то продукт. Это очень удобно, очень быстро. И я думаю, что этот продукт, он должен завоевать очень серьезную популярность у людей, потому что, во-первых, он бесплатный, во-вторых, можно различные приглашения срочные делать, различные встречи, какие-то специальные предложения создавать. Ну, то есть, применение, ну, просто невероятное, да, оно не имеет границ. И это примерно то же самое, что на YouTube, только тут все подготовлено для того, чтобы вам это сделать организованно, быстро, удобно и тут же сделать рассылочку всему вашему, вашей базе данных, которые вы себе введете. И эти видео, они тут же легко записываются, тут же легко отсылаются, хранится база данных, ну, всегда можно скопировать что-то и сделать копию и тут же, так сказать, переслать. Игры. Кто не играет в игры, да? Все любят играть в игры, и взрослые, и дети, и сейчас такое время, что все там в играх строят разные себе целые, целые города, целые, целые жизни строят в игре. Ну, чем хороша у нас игра эта? У нас сегодня есть игра «Воин суши», и целый ряд игр сейчас добавится, очень много игр. Ну, во-первых, они все бесплатные. Я бы на славу больше того. Вам платят за то, что вы играете. Это новая концепция, новая. Почему я и верю в то, что компания Аксесс Маркетинг в ближайшие годы, это не произойдет сегодня, это не произойдет завтра и, может быть, даже не в следующем году, но это обязательно должно произойти, потому что никто не платит за то, что вы пользуетесь. Нету такой концепции. Никто не платит за то, что вы кого-то рекомендуете. Никто нигде не платит за то, что вы расширяете бизнес, да? За то, что вы даете какие-то идеи. Никто не платит за то, что масса людей может стать акционерами этой компании. Обычно акционерами становятся единицы или те, кто имеет возможность вложить очень большие деньги, чтобы приобрести через биржу акции компании. Но я думаю, что те механизмы, которые сюда включены, причем они не просто механизмы, они отрабатывались много-много лет, они отрабатывались годами, годами. Я вам скажу, что идея была заложена еще, вот такого офиса идея была заложена в далеком 98 году. Стив Реннер, это была немножко по-другому называлась компания, но люди-то те же, те же практически люди. Хотя официально компания открылась в 2006 году, в 2008 году запустился новый маркетинг, потому что все тяжело, все приходится и достается очень тяжело. Вы знаете, в бизнесе продвигаются маленькими шагами, маленькими. Но сегодня мы уже вышли на тот момент, когда шаг наш гораздо длиннее, гораздо длиннее, или как говорят в армии, шире, шире шаг. Мобильные наши сервисы, мобильные наши сервисы, как я вам сказал, это гвоздь нашей программы, да, один из гвоздей программы. И вы видите, что у этих сервисов еще можно здесь же развивать рекламу. Следующий сервис, который будет, вот сейчас вот мы с вами будем наблюдать, да, это Access Local, это бизнес листинг. Это то, что нужно каждому бизнесу. Я думаю, это то, что купит каждый бизнес, не пожалеет денег. Я знаю, бизнесы тратят деньги на рекламу, огромные деньги на рекламу, и часто эта реклама вообще никак не работает. Здесь же это небольшие деньги, абсолютно небольшие деньги. И каждый бизнес, которому мы предложим, купит этот бизнес. Потому что здесь есть и реклама, здесь есть вся необходимая информация. Здесь есть, вы нажимаете на кнопочку, как добраться, это очень важно. А если вы с Navigation находитесь, скажем, в каком-то месте, то вам покажут, куда нужно, какие бизнесы есть вокруг вас. И если вы бизнесмен, разве вы не захотите, чтобы в листинге, в интернете фигурировал ваш бизнес? Обязательно захотите. И вы будете тратить и 10, и 20, и 30, и 100, а может и тысячи долларов для того, чтобы вы оказывали. И я вам скажу, на этом сегодня можно серьезно заработать. Ну, во-первых, у нас есть бесплатный basic пакет. Опять-таки, бесплатный для людей, которым не надо огромные, так сказать, огромные информации, которым нужно просто чуть-чуть что-то о себе сказать. И этот бесплатный листинг, он достаточно интересный. Можно дать полную информацию о себе, поставить веб-сайт, можно дать информацию о расположении, то же самое, да? Может быть, не так много фотографий, не так много видео можно выставить, да? Но можно дать достаточную информацию. Кроме того, можно себя рекламировать. 500 кредитов человек получает ежемесячно за этот листинг. Более того, он посмотрит, как работают эти кредиты, и потом он будет сам присоединиться к нашей компании, обязательно присоединиться, начал бесплатно. Поэтому мы приглашаем начинать любых клиентов, те, которые хотят бесплатно, те, которые хотят, может, дать расширенный поиск себя, или, скажем, совсем такой серьезный поиск, это делюкс-пакет. Что такое для бизнеса 50 долларов? Это ничего, абсолютно ничего, это ноль. Для того, чтобы себя продвинуть. Ну и, конечно, есть профессиональные пакеты по 100 долларов, где человек может дать вообще информацию, где он, плюс еще 10 тысяч кредитов, ежемесячно в эти 100 долларов входит. Хотя вы понимаете, что эти 10 тысяч кредитов, в принципе, достаточно было бы заплатить за 100 долларов. То есть человек может сделать себе серьезную рекламу, серьезный бизнес. И я не думаю, что найдутся бизнесы, которым бы я рассказал об этом, и они сказали бы, нет, мы не хотим. Любой пакет, любой пакет, но если мы будем рассказывать, ну, в самый крайний случай, бесплатный. Пусть человек, если он совсем не ведущий Фома, пусть берет бесплатный пакет и посмотрит, как это работает. Я вам скажу, сегодня очень многие люди, попробовав, начинают просто заниматься нашей компанией. И, конечно же, Ючат, да, Ючат, вот-вот, да, скоро мы с вами станем свидетелями нового продукта Ючат, который совершенно бесплатный, но он принесет нам больше всего дохода. Больше всего дохода, вот видите, бесплатный продукт. Но представьте себе, когда толпа пользуется этим бесплатным продуктом, более того, им толпе платят за это деньги. Для компании от обойдется очень много денег. Компания будет платить толпе за то, что она пользуется, но реклама наша взорвется, просто взорвется. Потому что пользование всеми этими продуктами, всеми и каждым в отдельности и все вместе поднимает нашу компанию. Потому что все эти продукты стоят на одной огромной платформе, которая называется Access Поиск. Поисковая система Access. Невидимо, это как самолет, да, вы сидите в самолете, а самолет поднимается. А самолет поднимается. И я вам скажу, это просто невероятно. Невероятно. Я, знаете, начинаю об этом сам говорить и слушать себя. Не самому охоту сразу бежать и что-то делать. Потому что, ну правда, невероятно проста идея, но она готова и осуществлена. Понимаете? Она осуществлена. И наши сервисы, домейн, реклама, локальные продукты, мобильный сайт-билдер, мобильные продукты, Аксесс Локал и Ючат, все это вместе, все наши продукты, они, конечно, возможность создать невероятную бизнес-модель. У нас она называется новая, инновационная, она правда новая, она правда прогрессивная и бизнес-модель. И компания наша называется технологическая компания. И маркетинг-план у нас технологический маркетинг-план. Потому что многие люди, многие не любят просто слово, даже слово там, там, маркетинг там или там рекомендации, они не любят. И с этим нужно считаться. Поэтому мы не мульти-левел маркетинг-план. Не мульти-левел. И многих это очень греет, им очень нравится. И наш маркетинг-план, он еще упростился, но денег больше. То есть наш маркетинг-план включает в себя розничные продажи, на которых можно серьезно заработать. Причем на рознице персональной и розничной продажи командной. Я вам скажу таким образом, что любая продажа, которая сделана в компании, и вы к ней имеете какое-то косвенное, косвенное отношение, вы будете вознаграждены. То есть если вы просто человеку сказали, вот смотри, вон та дверь, и в ту дверь, и там запишись, вы уже будете отблагодарены. Конечно, надо поставить, что ваш номер стоял, кто послал в эту дверь. Если вы не напишите свой номер, никто не будет знать, что это вы послали в эту дверь. У нас это все отработано, очень просто, отработано до уровня выключателя. Мы же не разбираемся, как устроен телевизор. Включили – работает, выключили – не работает. То же самое здесь. Все очень просто. Сейчас готовятся видео учебные, и даже мне не надо будет рассказывать. Хотя я буду все равно рассказывать. То есть человек может просто сам взять, сам прочитать и сам разобраться. Потому что у нас это все есть на разных языках. Хочет – на китайском учить. Хочет – на японском. Хочет, я не знаю, на индусском. Хочет – на мексиканском. А если хочет – на русском. Пожалуйста. Дальше. У нас оптовые продажи. Wholesale – это оптовые. То есть вы можете продавать по единичке, детально, рассказывая, объясняя. А можете сразу чехом – вот, бери пакеты оптовые и продавай по чуть-чуть. И будете иметь еще на оптовые разницы деньги. Да? И есть у нас еще разные бонусы. Бонусы разные. Да? Их много. Итак. Retail Sales Commission. Ритейл. Розничные. Если вы продали что-либо лично от 0 до 5000, до 4999, вы имеете 15% от всего, что вы продали. Разве плохо? Человек купил у вас рекламу и все время покупает. Вы ему все время продаете. Вы имеете 15%. Разве плохо? Хорошо. Но вы же… у вас идет накопительная программа. Не важно, насколько сделана покупка. Все идет с нарастающим итогом. Один раз в жизни. Как только у вас перевалило 5000, сумма накопительная, не важно, за неделю, за месяц, за год, за 10 лет, не важно, все накапливается. Как только 5000, вы уже имеете за продажу 20%. Как только перевалило 10000 и плюс 25%. Представьте себе, вы подписали человека. Он купил у вас сразу на 10000. Вы имеете сразу 15%. И все. Вы этого человека больше никогда в глаза не увидите. Но! Ему понравилось. Он без вас делает заказы. Реордер называется. Вот как мы, допустим, за телевизор платим, за интернет и за прочее. Мы сами заказываем. Или там, скажем, вот как я заказал за газ, да, меня однажды подписали. А я дальше, я ж пусть едет без газа, да, без отопления. Человек постоянно общает проценты. Мы с вами будем иметь 10% от его реордера. Мы уже ничего для этого не сделали. Мы ему даже не позвонили. Мы вообще уехали куда-то. Или он уехал. Он звонит в компанию, сообщает свой номер. Он говорит, я хочу, поставьте меня на автоматическую подписку. Каждый месяц мне высылайте. Постоянно. Вы имеете всегда 10% на любой его реордер. Разве это не фантастика? Вы лично имеете. Следующий момент. Вы можете получать холлсейл. Бонусы. Холлсейл. Итак, будьте внимательны, да. Новинка. Посмотрите, как просто. Нет этих многих цифр. Все упрощено до простоты. Просто как это. Во-первых, все наши бывшие названия меняются. Вы помните, у нас был раньше консультант. Потом у нас был платинум. Теперь вместо платинум менеджер. Представьте себе. Вы приходите к человеку домой и говорите, я платинум компании Аксесс. Кто такой платинум? А когда вы скажете, вы менеджер, это становится понятно. Если вы, допустим, я извиняюсь, вы голд. Голд – это менеджер. Голд – это менеджер. Директор – это менеджер. Голд. А платинум – это риджинал менеджер. Представьте себе, вы риджинал менеджер. Приходите к кому-то, хотите порекомендовать рекламу в какой-то бизнес и говорите, я платинум или я голд. Это ни о чем не говорит. Когда вы скажете, я региональный менеджер. О, это звучит серьезно. Региональный менеджер по продажам. Просто супер звучит. И на карте будет написано ваше. Региональный менеджер по продажам. То есть менеджер по продажам целого этого региона. И вы скажете, как раз в этот момент, сейчас, мы с нашей компанией в вашем районе делаем продвижение рекламы. И я вам предлагаю. И все. Дальше вы показываете видео или же несколько, так сказать, магических слов говорите. Дальше. Даймонд. Помните, у нас была позиция Даймонд. Теперь это называется национальный менеджер. То есть региональный – это в каком-то регионе. А национальный – это уже в целой стороне. Национальный. Дальше. Блю Даймонд. Это глобал экзекьютив. Глобал экзекьютив. Как круто звучит. Глобал экзекьютив. Вы знаете, чтобы… Должность глобал экзекьютива – это люди, которые имеют такую должность, они вообще как петухи ходят. Кто ты? Глобал экзекьютив. Понимаете? И, конечно, когда вы уже Блэк Даймонд – глобал директор. Глобал директор. Итак, вы имеете как консультант пять процентов, и как менеджер, или же там риджинал менеджер, или национал менеджер, или же глобал экзекьютив, или же глобал директор, десять процентов. Что это означает? Это означает, что когда под вами кто-то что-то купил, не вы купили, да? Под вами кто-то купил, кто-то продал под вами. Вы имеете проценты. Разве нет смысла рассказать другим, чтобы они тоже приняли участие? Вы же понимаете, что этот процесс, с одной стороны, оточенные продукты сегодня, да? Сегодня предложения созданы за нас, другими людьми. Работает толпа людей, усовершенствует. Мы только покажем пальцем дверь и расскажем, куда идти. Или пригласим на презентацию. Причем просто сегодня, пять, десять, 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 десять. Дальше. Командные бонусы, командные бонусы. Опять, консультант, менеджер, региональный менеджер, национальный, экзекьютив и директор, вот вам проценты. Два, три, 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 четыре и пять, да? То есть, экзекьютив сегодня имеет четыре процента со всей команды, которая под вами есть. Просто. Вы знаете, сколько продали, берете четыре процента. Есть смысл, чтобы под вами много продавали? Абсолютно. Причем посмотрите, какие классные продукты, да, появляются. С одной стороны, людям сейчас будет интересно покупать продукты, а с другой стороны, нам интересно, чтобы эти продукты люди покупали каким-то косвенным образом, связанным с нами. Вывод напрашивается сам собой. Нужно срочно бежать и приглашать людей сюда записываться. Записываться сюда. Почему? Потому что очень-очень выгодно. Я не думаю, что сегодня мы найдем еще одну такую компанию с таким маркетинг планом. Но это не все. Хотя, в принципе, уже то, что я сказал, это невероятные возможности для того, чтобы преуспеть. Плюс компания предлагает еще бонусы. Просто за старт, за скорость. Вы подписываете любого человека, вы за старт имеете пять процентов. Сразу на месте, в ту же секунду. Кстати, все наши бонусы, все наши комиссионные, практически все, выплачиваются в ту же секунду. Начисляются вам в ту же секунду. Вы продали, видите тут же результат у себя в офисе. Экзекитив бонус дополнительно один процент. Мало? Это огромная цифра один процент. Я вам скажу, что самый большой доход у меня составляет вот этот один процент. Все остальное неплохо, но этот один процент – это огромный процент. А директорский один процент, еще один – это просто. Представьте себе, сегодня в индустрии, которой мы с вами занимаемся, на эту индустрию, на рекламу сегодня тратится полтора триллиона долларов. Полтора триллиона долларов. Представьте себе, мы сегодня создаем самое лучшее предложение для народа. Информация, увидите, к Новому году будет знать толпа людей про это все. А люди же, вы знаете, люди простые. Они идут туда, где лучше. Посмотрите фильм «Коко Шанель», какой у нее был успех, грандиозный. И в один момент все ушли от нее. Один момент она занимала продажи практически всего региона. Все шли к ней. Один раз кто-то сделал что-то лучшее, и люди в одну секунду все ее кинули. Только там самые близкие остались. Посмотрите, классный фильм. То же самое здесь. Народ идет туда, где лучшее. Как только человеку выгодно эта экономика, никакими другими словами вы людей не можете удержать. Люди идут туда, где им выгодно, где дешевле и качество не хуже. Только одно. А если еще качество лучше и дешевле? Однозначно. Однозначно. Возьмите любого миллионера. Он всегда возьмет туда, где лучше и дешевле. Как я всегда говорю, недавно машину брали, и я говорю, что не имеет значения какой-то ваш. Машина, автомобиль, я не знаю, дерьмо, извините за разрушение. Если хорошая цена, то куча навоза – это прекрасный пункт. Если у него хорошая цена. Если хорошо платят, если это понятно и просто, сегодня вы видите, как это сделали, просто и понятно любому. Нет вот этих сложных цифр и названия простые. Я думаю, что это правильно все сделано. Я с этим полностью согласен, потому что от этого никуда не уйти. А представьте себе, реклама сейчас очень сильно вырастет. Это не просто мы к этому готовимся. Наша компания не просто тратит сегодня такие деньги. Вы знаете, мы не просто тратим. Мы знаем, что мы делаем. Стив Реннер сказал, что реклама – реклама, и на нее будет тратиться 15 триллионов долларов в ближайшее время. Нам, представьте себе, возьмите маленький процент. Маленький. И от этого еще маленький. И от него один процент. И вы где-то там с вашим одним процентом. Возможно? Абсолютно. Я сейчас не просто слова говорю. Я говорю истину. Но вы вправе мне, так сказать, принимать свою точку зрения. Более того, компания никому ничего не гарантирует. Некоторые говорят, а какие ты мне гарантии дашь, что я там буду миллионером? Да никакие гарантии. Ну, представьте, если вы ничего не продали, и под вами никто ничего не продал, и вы никого не пригласили. Сколько вы заработаете? Ноль. Потому что у нас не халява, интересная работа. И кому нравится это, я просто удивлен сегодня, если люди, которые не могут себе заработать, сидят без денег, не имеют тот дом, который они хотят, не имеют ту машину, которую они хотят. А если они этого не имеют, они не имеют женщин, которых они хотят. Потому что женщины сегодня все умные. Все хотят, чтобы все уже было так, что-то было. Я говорю, и что, ты не можешь найти? Ну, ничего не могу найти. Ничего. Я говорю, ну, не знаю. Мне тебе жаль. Потому что в мире, ну, просто нагнись и бери. Конечно, надо бросить телевизор смотреть. Конечно, нужно что-то изменить в своей жизни. Да? Надо зад поднять. Он сам не поднимется. Но гарантий никаких. Гарантий только ты лично есть твоя гарантия. Твои мозги и твое усилие. Это гарантия. Но возможности невероятные. Почему? Потому что 70% от того, что компания получит по рекламе. Вы же понимаете. Это самый лучший продукт. 70% отдадут в виде комиссионных. 35% в виде комиссионных. Половину, да? То есть 70% отдадут. 35% в виде комиссионных. А 35% в виде дополнительной премии. О! Об этом сейчас скажу. Понятно, да? Потому что деньги должны стимулировать. Деньги должны. То есть, когда человек их получит, он должен после этих денег работать еще лучше. Еще лучше. Ему должно хотеться работать. Да? Потому что так люди устроены. Некоторые поднимут задницу там, я не знаю, за одну сумму. Другие за другую. Третьи за третью. Здесь человек может себе наметить столько, сколько он хочет. Я иногда говорю, ну миллион тебе нормально? Я говорю, точно знаю, как заработать миллион. Другое дело, что не всем он нужен. Не все хотят двигаться. Да? Но можно ли? Можно. Да? Уже сегодня это можно делать. А завтра это, можно их у пятерики, у десятерики эти цифры. Но каждый решает сам для себя. Каждый имеет стоимость. Каждый человек. Вот тут люди со мной, так сказать, начинают спорить в этот момент. Когда я говорю эту фразу, я говорю, мы с вами имеем стоимость, каждый, и получаем столько, сколько мы стоим. Но новость хорошая в том, заключается для каждого из нас, что мы свою стоимость можем поднять. Это неприятно звучит, конечно. Нас воспитывали по-другому, да, совершенно по-другому. Но каждый из нас что-то стоит. И самое интересное, чтобы узнать, сколько мы стоим, нужно посмотреть просто столько, сколько мы получаем. Столько, сколько мы получаем, это наша сегодняшняя истинная стоимость. Первое, нужно сказать себе правду. Ну, что делать? Я вот столько стою. Это мало, значит, сказать правду. Я столько стою. Признаться себе. Потому что некоторые не признаются. Я стою больше, дайте мне больше. И начинают ругаться там, со всеми ругаться, драться, пока я вообще не выгоню. Первое, нужно признаться, что да, я столько стою. То есть вот здесь я стою, и столько стою, стою и стою, но я могу поднять свою стоимость. Я хочу поднять свою стоимость, и я подниму свою стоимость. То есть вот эта вот мысль, если человек вот так вот рассуждает, если у него появляется вот эта вот добрая злость такая, желание что-то сделать, тогда будет результат. 100% будет результат, потому что это законы вселенной, я всегда говорю, все остальное – законы вселенной. Если кто-то сделал, кто-то может, то другой тоже сможет. Ну что, закон говорит одну единственную фразу, что у любого эффекта, у любого результата есть причина. Если мы повторяем причину, повторяется результат. Другого быть не может, это закон. А закон – это то, что выполняется в 100% случаев, 100%, не 99%, а 100%. Раз сегодня есть люди, которые это могут делать, причем новенькие делают, причем делали, когда не было того, что уже есть сегодня, не было еще того, значит сегодня могут повторить. Поэтому каждый себе должен, прежде чем поставить цель, сколько я хочу, цель – от обратного идти, для того, чтобы определить, что я должен делать, от обратного, сколько я хочу. Если мне достаточно котел каши в день, значит мне много не надо, не знаю, котел каши я могу там за доллар наварить, значит мне на месяц надо 30 долларов. все, я ставлю цель. А если мне мало котел каши, да, если мне нужно что-то еще другое, если я хочу поменять свою жизнь, хочу самолет там личный, да, хочу там еще что-то, еще что-то, значит уже другие цифры. И мы из этого исходим, каждый исходит из этого. И дальше начинаем плясать, дальше начинаем плясать. В компании, конечно, вы знаете, что у нас есть и пожертвования, да, Love Foundation, компания внутри компании. Помните, мы говорили о sharing комиссионных, и тут я думаю, оставлю чуть-чуть поподробнее, потому что это очень важно. То есть маркетинг план очень простой, как вы видите, да, то есть есть розничные продажи, есть продажи личные, да, есть командные, есть у нас маркетинг план, где человек получает по командным, есть комиссионные по маркетинг плану. И еще хочется сказать о sharing плане, equity sharing план называется, или же клуб учредителей по-русски, да, по-русски нам более понятно. Вы знаете, что в этом году, за 2013 год, начислили в этом году членам клуба учредителей, которые были квалифицированы в 2013 году, между ними разделили 5,1 миллиона долларов. Поза в прошлом году была меньшая цифра, была полтора миллиона долларов, в прошлом 5,1 миллиона долларов. Причем эти деньги, вы знаете, что они находятся на специальном трастовом счету, они вышли из компании, то есть компания их назад отозвать не может никаких обстоятельств. Это деньги клуба учредителей, но что интересно, компания готовится, подготавливает все и продукты и документы для того, чтобы выйти на фондовую биржу. И когда компания выйдет на фондовую биржу, компания разрешает за эти деньги клуба учредителей приобрести акции компании по скидочным ценам. По сравнению с теми, кто будет покупать это за наличные деньги. Поэтому деньги клуба учредителей, это очень хорошие деньги. Ну, во-первых, они просто дополнительные деньги, их не надо вынимать со своего кармана, вы их получили просто за то, что вы хорошо работали, просто как премию. Если кто-то не захочет покупать акции компании, он эти деньги может отозвать к себе в карман, может их забрать. Причем компания, что бы ни произошло с компанией, что бы ни произошло, эти деньги остаются на трастовом доверительном счету клуба учредителей и где конкретно за каждым они закреплены. Я рассказал, что с 12 по 13 произошел очень серьезный рост и сегодня для того, чтобы быть квалифицированным с 1 апреля до 30 июня, есть еще чуть больше месяца, можно быть квалифицированным на 2014 год. Для этого нужно персонально лично приобрести продукции на 2000 долларов и под собой приобрести, пригласить людей, которые приобретут на 10000 долларов продукции. Тогда этот человек становится членом клуба учредителей и становится активным членом. И он будет участвовать в дележе денег за 2014 год. Но деньги делятся по результатам работы за год пропорционально личным покупкам. То есть не командным покупкам, а личным. То есть каждый получает из общего котла премий, потому как он лично участвовал. поскольку это премия, поскольку это премия, и эти деньги вынимается, как я вам сказал, мне со своего кармана, и буду их не получить дополнительно. Мало того, что человек сработает хорошо, получит по результатам работы своей определенной деньги. Плюс он получит, у нас есть еще одна премия, я о ней так вскользь сказал, но я думаю, что, может быть, многие не уточнили, не поняли. У нас есть еще ежедневные бонусы. То есть прибыль, которая делится ежедневно, ежедневно прибыль, и эта прибыль, она делится пропорционально тому, как лично человек работал за этот месяц. Но, несмотря на то, что человек, допустим, пришел новенький, да, и он как бы еще ничего не делал, он еще никак не работал в этом месяце, но, когда он покупает пакет, он одновременно с пакетом, он покупает кредиты, да, кредиты, чтобы сделать рекламы, и покупает айпоинты. Ну, немножко так вот сложно получается, да. То есть мало того, что купил кредит за деньги, с кредитом ты купил рекламу, это наши, это кредиты, и плюс, вместе с кредитами человек покупает еще айпоинты. Айпоинты – это такая промежуточная цифра, собственно говоря, она физически ничего не означает, но практически она участвует в дележе ежедневной премии, в ежедневной прибыли. Если человек, допустим, зашел в компанию с каким-то пакетом, он при этом купил, скажем, какой-то пакет, при этом у него появились какие-то айпоинты, эти айпоинты сразу же в первый день его работы приносят ему прибыль компании. Но, сразу скажу, вот эта прибыль, конечно, разбогатеть сегодня нельзя, то есть это просто как бы прибыль делится, отродная прибыль, которая делится ежедневно, конечно, но эта прибыль, она у некоторых людей составляет довольно внушительные цифры, и я думаю, что с развитием компании эта цифра будет расти. Но многие люди делают ошибку, когда они делают ставку только на эту прибыль. То есть не пришли и ждут, когда же их в компании заработают денег и ему дадут. Я думаю, что неверно. Эта премия, я лично смотрю на эту премию, ну просто как вот дали и дали ее, да, как вот обычно давали там премию, дали и дали. А не дали бы, тоже было бы нормально. Мы сами себе нормально засмотрим. А если еще дают дополнительно, ну так тоже неплохо. Тоже неплохо. Итак, многие мне еще задают вопрос, ну хорошо, но как же мне все-таки ничего не делать в компании, ничего не делать. Все-таки люди любят, любят это вот, как они называют, пассив. Ну ничего не делать. Ничего. И при этом зарабатывать. Вы знаете, было бы нечестно сказать, что этого нет. Более того, нечестно говорят сегодня другие люди, когда говорят, что вот у нас в компании резидуальный доход, ты бы заезжал, получил резидуальный ход и ничего не надо делать. Вы знаете, я вам скажу, чистое вранье. Но я еще не видел ни одной компании, где ты заходишь и тебе пожизненно платят деньги. Как только ты перестаешь крутиться, деньги тебе перестают платить. И знаете, я к этому выводу недавно совершенно. Я почему-то тоже считал, что вот построишь резидуальный доход и все, ничего делать не надо. нет этого. Плохо это или хорошо, нет этого. Жизнь построена по-другому. Хотя в общем-то теоретически посмотришь, казалось бы да. Но в жизни все по-другому. Как только ты перестал это делать, перестают делать, все перестает работать. Но вот здесь я увидел, да, вот в этой компании, я увидел вот этот вот sharing программу, которую сделали, да, equity sharing plan. Вот тут, если компания выйдет на IPO, да, в ближайшие несколько лет, и если мы действительно будем иметь достаточное количество акционерных денег, вот с клуба учредителей, то эти деньги нам могут каждый год приносить доход. Каждый год. И если компания наша будет развиваться, а все идет к тому, да, то есть весь ход событий и все, что тратится в компании, и работа менеджеров, и работа всех людей в этой компании, она направлена на то, что компания будет долгие годы процветать. И я вам скажу, вот смотрите, за двенадцатый год полтора миллиона выплачивается просто дополнительно. Тринадцатый год – пять и одна десятых миллионов. Четырнадцатый год – уже более двадцати миллионов запланировано. Уже. Хотя еще полгода не прошло, потому что мы выполнили, просто перевыполнили все, что можно перевыполнить. То есть будет более двадцати миллионов поделено. А людей, которые будут квалифицированы, будут меньше. Представьте себе, сумма дележа больше, а людей квалифицированных меньше. Потому что квалифицироваться труднее. Потому что эти акционерные деньги получить тяжелее. Но можно ведь быть акционером компании всегда. Вы понимаете, что такое эти деньги? Поэтому я лично думаю, мое мнение, лично свое рассказываю, что в какой-то момент вот это перевалит очень многие источники. Поэтому каждый, пускай, думает сам, да? И гадает сам, что же ему делать, да? Ну, конечно, будет еще фаза третья, потому что кое-кто придет с июля по 31 сентября. Но для этих людей уже будет не два плюс десять, а два плюс пятнадцать. Поэтому два плюс десять лучше, чем два плюс пятнадцать. Хотя я не знаю. Может быть, два плюс пятнадцать тоже неплохо. Потому что больше потрачено, больше придет и сумма. Но все же хотят дешевле, чтобы было, да? Войти дешевле. Поэтому более дешевый вход до тридцать первого июня. Да? И будет еще четвертая фаза. С первого октября по первого декабря четырнадцатого года. Тут уже нужно будет две плюс двадцать. Поэтому думайте, что лучше? Две плюс десять до тридцать первого июня? Или же две плюс двадцать до тридцать первого сентября? Или две плюс пятнадцать, извините, до тридцать первого сентября? Или две плюс двадцать до тридцать первого декабря? Я думаю, все грамотные, все сами будут считать. Конечно, лучше, наверное, меньше. Почему? Потому что, если кто-то может вложить чуть больше, то это большее можно использовать грамотнее, да? Грамотнее, красивее. Есть нюансы, есть хода, да? У нас есть, надо посоветуйтесь, если у вас есть хорошие деньги, хотите купить себе рекламу, да? Посоветуйтесь со спонсором, как эффективнее сработать, как грамотнее, да? Как красивее это сделать. Есть возможности, есть нюансы. Наш маркетинг-рекламный позволяет, то есть не просто так вот идти в воду прыгать, а надо, так сказать, можно грамотно, так сказать, это все сделать. Ну и, конечно, всегда, я еще раз хочу напомнить, потому что многие делают ошибку, они когда покупают пакеты, когда начинают зарабатывать деньги, одни либо делают крайность в одну сторону, а другие делают крайность в другую сторону. У нас есть такой показатель, как репокупка. То есть один из класснейших методов. Я думаю, что репокупка – это вообще гениальнейшее изобретение. Гениальнейшее изобретение, и изобретение – это компания аксесс-маркетинг, хотя уже другие компании, многие начинают использовать это изобретение. То есть как бы человек заработал какую-то сумму, 50% он забирает, а 50% он как бы вкладывает на работу, он их пускает на работу, потому что некоторые делают ошибки. Они либо все забирают, ничего не вкладывают в работу, либо, наоборот, все вкладывают в работу 100%. Это, например, какой-то магазин, допустим, если вы сделали продажу, скажем, колбасу продаете, продали всю колбасу, вы же не забираете все деньги в себе, вы же идете и покупаете новую колбасу, чтобы людям было что завтра покупать. Иначе, если вы все деньги заберете, завтра нечего будет покупать. Или, наоборот, если вы все деньги вложите туда, в эту колбасу, то вы наберете столько колбасы, что у вас вообще не за что будет завтра купить, я не знаю, масло. Поэтому самое лучшее – всегда ставить 50 на 50. 50 на репокупку, 50 – себе в карман. Я еще не знаю даже, что и лучше. Когда мне люди спрашивают, я говорю, ты знаешь, говорю, я не знаю, что лучше – то, что ты забрал свои 50% или те 50%, которые ты пустил в работу. То, что ты забрал, ты их потратишь и у тебя их не станет. А те, которые ты пустил в работу, они будут работать и приносить тебе новый доход. И ты их не потратил. Поэтому идея гениальнейшая. Изобретение просто… финансовое изобретение. Не знаю, можно было бы премии давать за это дело тому, кто изобрел. Изобрел это Стив Рэннер, причем он это изобрел еще в 2006 году. И оно с тех пор это работает. Гениально. Это, кстати, позволяет вам получать долгие-долгие-долгие годы. Несмотря на то, что в какой-то момент у вас было густо, другое бывает пусто. Знаете, как в жизни? Вы же не съедаете все, когда, так сказать, у вас большая зарплата. Вы все же не тратите. Надо оставлять всегда, когда будут, так сказать, похудшие времена. Худшие времена. Не все нужно весной съедать, потому что бывает и осень, и зима, и так далее. Поэтому самый лучший вариант всегда 50 на 50. Уже некоторые берут 100% ставят на репаковку. Не надо это делать, потому что вы же ничего не получаете. Вам же нечего показать. Вы же не имеете зарплату. Вы же домой ничего не приносите. Нельзя этого делать. 50% пустите домой, а 50% на реинвест, на репокупку. И наоборот, другие, так сказать, все забирают. Тоже нельзя. Нельзя, потому что это и маркетингом предусмотрено. Тут уже, так сказать, начинает работать маркетинг-план. Как только вы 100% забираете, вы теряете кучу бонусов. То есть у вас не могут забрать ваши основные деньги. Но бонусы не забираете. Поэтому хотите, чтобы было все красиво. И правильно, 50 на 50. 50 на 50. Поэтому тот, кто пропустил первую фазу, имеет возможность во вторую. Кто пропустил во вторую, может в третьей, третьей, четвертой. Ну, а кто нет, значит нет. Итак, еще раз повторю, что эта шея программа, это тоже можно создать для тех людей, которые хотят чуть-чуть поработать в несколько лет и потом уже отдыхать. Я надеюсь, что мы не проиграем, что мы угадаем с компанией Аксесс Маркетинг. Потому что я надеюсь, что компания Аксесс Маркетинг это будет одна из таких компаний, как, скажем, знаете историю Фейсбука, как ему там, Фейсбук какому-то своему другу сучал акции, которые никто не хотел брать когда-то. Просто он говорит, я хочу деньги. Он говорит, нет, бери акции. Он говорит, да деньги мне надо, нет денег, на тебе акции. Взял акции. За прошлый год по-моему по этим акциям 25 миллиардов. Вот так сучили. Итак, повторю, эти деньги не из своего кармана. Просто вы работаете, вам за то, что вы хорошо работаете, еще дают деньги. Второй момент, что вы имеете шеринг каждый год этой компании. Каждый год. Один раз сделали, сколько будет существовать компания, каждый год будете получать. Никто не знает будущего. Ну, надо надеяться, да, надо надеяться. Третье. Вы хозяин. Вы на эту часть являетесь собственником, который можете продать эту часть. Подарить. Все, что угодно. Ну, как я уже сказал, самое главное. Хотите на длинный период финансовую свободу, вы ее можете сделать. Таким вот образом. Потому что деньги в надежных руках адвоката Дэвида Ларсона, который имеет 30 лет опыта работы. Профессионал, да. И ваши деньги, наши деньги, они в надежных руках в полной сохранности. У меня на сегодня все. Я был рад с вами сегодня говорить. Я надеюсь, что вы увидели те финансовые возможности, о которых я сегодня рассказал, которые предоставляет компания Аксесс Маркетинг. И сегодня это не теория уже, да. Это уже не теория. Поэтому надо всем просыпаться, да, кто еще спит. И планировать свое финансовое будущее. Потому что деньги – это одна из частей, без которых вы не можете быть счастливым. Хотя раньше говорили по-другому. Что нам деньги – это не главное, да. Но деньги – это та часть, без которых вы не можете создать собственного участия. Почему? Потому что люди делают в жизни ошибки. Делали, делают и будут делать. Одни за свои ошибки расплачиваются здоровьем, другие даже жизнью. Поэтому нам нужны деньги, чтобы мы за свои ошибки платили деньгами. Спасибо всем за внимание. До свидания. До встречи через неделю. Я думаю, что будет что-то интересное для вас подготовлено. До свидания. Всех благ.